Здравствуйте! В эфире новости. О самых главных событиях этого дня расскажут наши корреспонденты и я, Анна Костина. Вот что будет далее в выпуске. На благоустройство парков в Оренбурге дополнительно выделят 400 миллионов рублей. Они пойдут на восточную часть набережной, Березку и парк УДК ТРЗ. Оренбуржцы заметили исчезновение некоторых лекарств из аптек. На многие медикаменты выросли цены. Предприятия региона столкнулись с дефицитом импортного сырья и запчастей для оборудования. Из-за этого могут сократиться объемы производства. Осуждение или поддержка. Живущие в Европе оренбуржцы рассказали, как изменилось отношение к русским. Об этом и многом другом смотрите далее в выпуске. Сергей Салмин попросил депутатов выделить 400 миллионов рублей на строительство и реконструкцию городских парков. С инициативой он обратился к региональному ЗАГСОБу и получил предварительное согласие. Деньги потребуются на возведение реконструкции восточной части набережной парка УДК ТРЗ и Березки. Часть средств направят на общественное пространство в районе улицы Чкалова и проспекта Гагарина. Сергей Салмин озвучил сумму в 437 миллионов рублей. Предварительное одобрение на выделение денег из областного бюджета озвучили члены комитета по местному самоуправлению. Итоговые решения депутаты озвучат на ближайшем заседании. С 10 марта из-за санкций против России оренбуржцы не могут расплачиваться в автобусах через Apple Pay и Google Pay, а также ряд других сервисов бесконтактной оплаты. Информацию подтвердили в управлении пассажирского транспорта города. Сервисы бесконтактной оплаты недоступны для держателей карт Visa и MasterCard. Для держателей карт Mir ничего не изменилось, заверили в мэрии. Напомним, что международные платежные системы с 10 марта временно перестали работать в России. Как пояснили в Банке России и Национальной системе платежных карт, это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме, но перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах. Сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать для россиян. Оренбуржцы начали ощущать нехватку импортных лекарств в аптеках. Многие из тех, что можно приобрести, существенно подорожали. В социальных сетях горожане высказывают опасения по поводу возможного дефицита. Стоит ли переживать и какая сейчас ситуация, попытались разобраться корреспонденты ЮТВ. Эту информацию нам удалось узнать лишь под видом покупателей. От официальных комментариев работники аптек отказались. Подобное сегодня можно услышать повсеместно. Кроме закрытия магазинов и ресторанов, уход зарубежных компаний с российского рынка затронул и фармацевтическую сферу. Оренбуржцы все чаще стали говорить об увеличении цены медикаменты. Но в марте это вот сейчас точно это подорожало прям сильно. Это вообще невыносимо. Это невозможно. Хотя бы для детей бы хотя бы писали ребенку и дали бы подешевле бы. Две-три тысячи надо, чтобы хорошее лекарство взять. А так вообще ничего нет. Оперативно поделиться информацией о наличии медикаментов на областном аптечном складе, откуда они поступают в медучреждения, в правительстве области не смогли. Но отметили, что о текущей ситуации расскажет министр здравоохранения Татьяна Савинова в понедельник в прямом эфире. Однако на федеральном уровне данный вопрос уже прокомментировали. Проведен оперативный мониторинг остатков лекарственных препаратов и сырья, необходимого для их производства, из перечня жизненно необходимых и важнейших, по результатам которого выявлен запас, составляющий до года. Также Минпромторг уверяет, что запас импортных медикаментов превышает четверть от годового объема продаж лекарств за 2021 год. Однако в Госдуме допускают возможность дефицита зарубежных препаратов и уже предлагают упростить порядок допуска на российский рынок иностранных лекарств. В свою очередь Генпрокуратура дала распоряжение о проверках аптечных сетей на предмет повышения цен. Рейды пройдут и в Оренбурге. Роман Ланцев, София Севастьянова, Максим Морарь, городской телеканал ЮТВ. С рядом проблем из-за санкций против России столкнулись оренбургские промышленники и сельхозопроизводители. Например, многие предприятия не могут продолжать работу в полном объеме из-за дефицита импортного сырья и запчастей для оборудования. Чтобы всмечить удар по экономике, федеральный центр выделит более полутора миллиардов рублей на поддержку бизнесу. А поможет ли это? Разбирался Александр Коцу. Оборудование, на котором мы производим рукава высокого давления, производство итальянской компании ОПлюсПи. Известная компания в мире. Сейчас, скорее всего, мы его не сможем купить даже о стоимости, даже и разговаривать нет смысла. Это предприятие в Саракташе производит рукава высокого давления с 1997 года. За это время производство не раз модернизировали новым оборудованием, которое хоть и отличается высокой производительностью, но все же требует замены некоторых комплектующих. Сейчас заказать такие очень проблематично, а если и получится, то по очень высоким ценам. Это касается и сырья. Основное наше сырье – это вот резина, которую мы закупаем и используем постоянно в нашем производстве. Хотя это производство Китая, но в связи с резким ростом курса доллара, она выросла не менее 40-50% в цене. И это мы запрашивали еще в самом начале цену, когда доллар был 95, сегодня он 120. С такой проблемой сталкиваются и сельхозпроизводители. По словам гендиректора местного агрохолдинга Алексея Комаровских, новые проблемы могут стать причиной повышения цен на продукты питания, ведь стоимость их производства выросла из-за повышения курса валют. Ощущаем зависимость от импорта. Это импортная генетика, это импортное средство защиты растений. Нам надо сеять, а все данные гибриды привязаны четко к евро, какие к доллару. В связи с этим, а также с повышением Центробанком ключевой ставки до 20%, объем оборотных средств для инвестиционных проектов снизился. Теперь о расширении производства и повышении качества товаров не может идти и речи, уверены предприниматели. Более того, этот кризис скажется и на ценах, предупредили аграрии и промышленники. Решить эту проблему получится, либо с помощью компромисса с другими странами, либо с помощью импортозамещения. Власти сделали ставку на второй вариант, поэтому ожидают, что заводы и фабрики переоборудуют часть своих цехов под производство исчезнувшей или подорожавшей заграничной продукции. 1,6 миллиарда будет направлено, ну в основном, конечно, это малый и средний бизнес, поддержка занятости, ну и также фонд развития промышленности. Это то, про что сейчас коллеги говорят, у нас есть длинные дешевые деньги на поддержку предприятий. Как именно распределят 1 миллиард 600 миллионов рублей в Оренбургской области, пока точно неизвестно. Скорее всего, как и раньше, компаниям будут выдавать льготные займы с пониженной ставкой в районе 4% годовых. Однако бизнесмены уверены, что если у российского рынка и получится решить возникшие проблемы, то явно не скоро. Возможно, какое-то время им придется работать в убыток, уверены некоторые экономисты. Юлия Тюшевская, Александр Кацун, Андрей Булатов, городской телеканал ЮТВ. Начало спецоперации на Украине отразилось не только на экономике. Многие русские, находящиеся за рубежом, ощутили на себе неприязнь и прессинг. Мы связались с оренбуржцами, сменившими гражданство, и узнали, отразились ли на их повседневной жизни происходящие события. Одним из худших мест для людей с российским паспортом многие СМИ сегодня называют Чехию. Последние полгода там проживает оренбурженка Юлия Гуркалова со своей семьей. К счастью, нашей землячке столкнуться лично с неприязнью или негативом не пришлось. Однако она отмечает, что в феврале действительно произошло несколько неприятных инцидентов, связанных с россиянами. Ну а в целом чехи допускают грубые высказывания в адрес наших соотечественников, отмечает Юлия. Но зачастую они строятся на старых обидах, и чехи не всегда различают между собой русскую, украинскую, белорусскую или сербскую речь. Из того, что я знаю из чешских чатов, да, бывают единственные случаи какие-то. У нас была ситуация, когда преподаватель попросил из аудитории выйти российских студентов. И была ситуация, когда преподаватель другого вуза написал в своем твиттере о том, что он хочет ввести личные санкции так называемые и не учить русских студентов. Естественно, к этим преподавателям тут же были приняты меры. Один из них уволен, второго отстранили, временно наказали. Со слов Юлии, ситуация стабилизируется. И назвать нахождение русских в Чехии небезопасным нельзя. Девушка видит в этом заслуги и местной власти. Члены правительства обращаются к гражданам Чехии с целью не допускать никакой травли, никаких ограничений, никаких российских русофобных высказываний. Иван Шевчук находится в Грузии. Он эмигрировал незадолго до начала спецоперации на Украине. С негативом в свой адрес молодой человек также не столкнулся. Единственное, что коснулось Ивана, это экономические трудности. Ведь его накопления были в рублях. Что касается грузинов, тут все очень неоднозначно. На самом деле в Тбилиси проходят достаточно большие митинги, где ежедневно собирается большое количество людей. Но также есть грузины, которые в принципе вне контекста происходящего находятся. Слушайте, никаких санкций не было, но на самом деле мы очень прямо почувствовали экономические санкции. Мы ехали в такси и курс флари подскочил в 10 раз, потому что энергии на бирже были закрыты. И там за 30 флари мы отдали 12 тысяч рублей. Сейчас мы до сих пор ждем решения от банка. Хуже ситуация у Артура. Он всю жизнь прожил в Германии и продолжает поддерживать связь с родственниками из Оренбурга. Мужчина заверил, что сейчас у русскоязычного населения в Кёльне во многом жизнь поменялась. Некоторые из его друзей обнаружили в почтовых ящиках письма с призывами покинуть страну. Из-за опасений Артур отказался рассказать о происходящем на камеру и попросил не называть фамилию. Письме стоит, если досконально, то стоит, что вы не немцы и уезжаете к своему Путину. Вы русскоговорящие, вы думаете, как они раньше. Для немцев мы были все русские по барабану, откуда ты приехал. Кто говорит на русском, все русские. Тема спецоперации и ее последствий стала самой обсуждаемой во всем мире. Тревога из-за происходящего и противоположных мнений на этот счет зачастую выливается в конфликты внутри коллективов и даже внутри семей. Психолог Наталья Грачева рассказала, как можно снизить тревожное состояние и миновать конфликты. Люди реально здесь в семье на кухне начинают воевать, потому что у них разное мнение. Мне кажется, очень важно понять и принять, что мы друг другу точно не враги. Вот близкие люди, коллеги, мы не враги. Мы просто разные, у нас у каждого есть свое мнение. Есть ситуация, на которую мы все смотрим по-разному. И нам не стоит здесь воевать и включаться в эту войну между собой. У тебя свое мнение, а у меня свое мнение. И мы не должны друг другу вот это доказывать и вбивать. По словам Натальи, справиться с тревожностью может помочь физическая активность, будь то занятие спортом или работа по хозяйству. Также психологи рекомендуют для снижения тревожностей заняться тем, что приводит к ощущению большей безопасности. Возможно, сейчас самое время заняться ремонтом дома, почистить свои браузеры или встретиться со старыми друзьями. Роман Ланцев, Олег Берендеев, Илья Сальников, городской телеканал ЮТВ. Вредить легко, помогать трудно. В 79-й школе прошел урок поддержки для детей. Педагоги и психологи благотворительного фонда «Сохраняй жизнь» помогли ребятам рассказать о своих переживаниях и найти отклику сверстников. Подробности у Антона Рудика. Первая любовь, экзамены, непонимание родителей – неотъемлемые атрибуты подросткового возраста. Важно найти человека, с которым можно разделить переживания и рассказать о проблемах. Благотворительный фонд «Сохраняй жизнь» ведет работу с учениками пятиоренбургских школ, помогая им понять друг друга и прийти на выручку в трудную минуту. Посмотрите, у вас на столах лежат листочки. А на этих листочках, ребята, напишите, пожалуйста, то, что волнует. Я написала о том, что меня волнует тема, что очень многие животные остаются без дома и не очень хорошие к ним отношения. И я обсудила это с одноклассниками, и тогда они мне посоветовали, что ты можешь взять из приюта собаку, чтобы тебе было комфортнее. И я так и сделала, и мне стало намного легче. Уроки поддержки помогают выявить учеников, переживших насилие, предотвратить травлю в школе и другие ситуации, когда подросткам нужна помощь. Проект «Ребенок под защитой» реализуется при поддержке фонда президентских грантов, фонда КАФ и фонда Код Добра. Наш фонд занимается помощью семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, также несовершеннолетним, которые тоже оказались в сложной жизненной ситуации. В 79-й школе мы организуем «Ребенок под защитой». То есть мы видим проблему и сразу прибегаем к ее решению. То есть мы не ждем, что что-то случится, мы не ждем той красной зоны, в которой окажется ребенок. Видим, во всяком случае, по нашим школьникам. Они стали более открытыми, они стали более позитивными. И думаем, что это результат наших совместных усилий. Проект «Ребенок под защитой» проводит просветительскую работу по проблеме насилия над детьми. Активно взаимодействует с органами власти, чтобы поддержать детей, переживших психологические травмы. Антон Рудяк, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей на нашем сайте utv.ru или инстаграм-аккаунте utv.orin. С вами была Анна Костина. Оставайтесь на ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова